Доброе утро! Сегодня будем варить шмель. Эль мохнатый шмель. Любят варить его все пивовары. То есть это конечно не сам шмель, это будет клон. Значит по составу. Значит карту варки, вот я уже заполнил. Пазл Эль у нас 10 килограмм, Кара Ред килограмм, Кара плюс 2 килограмма. По паузам 58 будет засыпь и 20 минут пауза. 67-30 минут, 72-30 минут. Берем дедную пробу и мэш аут. Значит все, солод мы приготовили. Сейчас будем делать кондиционирование. После кондиционирования солод становится более эластичным, что ли, если помолишь. Оболочки не превращаются в пуль, они как бы сохраняются, но только фактически дробятся на несколько частей. Что значительно влияет на качество и помола, и варки пива. Вот смотрите, после кондиционирования зерна, какое качество помола. Вот такое ощущение, что вот зернышко целое. Вот я на нее нажал, и все видите, вот оно молотое, но оно как бы держит форму. Вот еще раз, вот видите, прям рассыпается в руке. Хотя визуально, визуально вроде как целое. Все, вот рассыпается, готово. Муки практически нет. Так, солод мы размололи. Начинаем засыпь. Значит потихонечку через воронку сейчас будем засыпать. У меня подведен сюда вот рукав. Это вентиляция общая. И всю пыль вентилятор выбрасываем на улицу, чтобы помещение было чисто. Значит, температура у нас стоит 57,6. Сейчас он немножко упадет. Мы поднимем до 58, и здесь первая пауза 20 минут. Значит, я забыл сказать, что у нас сегодня совместная варка. Мы вдвоем варим пиво. Я еще один пивомар домашний. 67 градусов. Будем держать 30 минут. Процесс у нас идет. Вот такая красивая каша. Просто затирается хорошо. Пауза 72 градуса. 30 минут. Процесс у нас идет в 78 градусов. Все, процесс завершаем. Сейчас будем перекидывать. Я установил фильтр ЧАНС-сета. Сейчас подам сюда немного горячей воды, закрою сета и пространство под сетами. Сейчас пошла перекачивать. И так, начали фильтровать. Значит, первое сусло еще где-то довольно мутное. И мы его возвращаем пока назад. Вот автоматически возвращаем назад. И торчаем. Когда сусло пойдет посветлее, мы начнем его перекачивать уже варочную. Процесс перекачки идет. Сейчас закроется и включим нагрев. Пока все перекачались, мы уже выжимаем. Вот пошла промывочная вода. Сейчас воду перекачаем. Палуку маленькую сделал. Мне это вот начнем прикрывать. Так, все, кипение началось. Мы уже добавили первую хмель. Вот, прям интенсивно такое. Двуруемые, которые всегда прихмели. Поэтому работает мешалка. Если мешалки не было, то, вероятно, все уголь цвета масса варушла бы через верх. То есть сейчас я подключу сюда. Вот так. И вот. Вот здесь пар. И это вылетит. Все, варка будет 90 минут. За 10 минут до кончения мы добавим еще... А, нет. За 30 минут до кончения добавим еще раз. А потом за 10 минут. Вот так вот. Все, кипение свершилось. Вот я весело тут варю, чтобы вырезать верху. Все, сейчас будем делать перекачку. Сейчас открываем кран. Начинаем насос. Все, все. Все. Сейчас я буду делать вирпу. Достаточно. Этого достаточно. Вирпуль 87.3. Ну что, танк отключен. Все, открываем. Начинаем эту кипячку. Насос. Все. Смысло пошло. Значит, сейчас пока едет самотеком. Насюк гравитации. Как выравнивается уровень вирпуле с танком. Включу насос. Значит, температура, сколько-то, большая. Приклоним на дачу. Охладили его до температуры пива сусна. До 20 градусов. Все. Можно задавать дрожжи. Давай, Игорь. Вон она, дни. Хватит. Все. Дрожжи задали. Да, утром теперь посмотрим, должен быть забел. Идти брожение. Ну вот, брожение началось. Заброд есть. Сейчас у нас 3 часа. Утром пришел, ничего еще не было. Значит, пришлось подключить компрессор. Проаэлировать пиво. У меня есть работа, тут бактерицидная лампа. То есть, здесь помещение довольно-таки стерильно. Ну все, вродим. Итак, сегодня пятый день брожения. Плотность показывает, арионтер нам 6. Ну что, будем шпунтировать танк. Сейчас я закрою. Закрыли. Заброслечок. Значит, крышку люка я уже затянул. Давление показывает сейчас 0. К вечеру танк наберет давление, может даже и раньше. Брожение, в смысле, у нас проходило по температуре 19 сирописи. Ну, где-то 20 градусов. Что является самой оптимальной температурой для брожения дрожжей этого типа. Итак, вот утром я зашпунтировал танк. Сейчас время у нас почти 17 часов. Вот давление почти единица. Шпунт аппарат выставлен на 1. Вот он держит единичку. Скорее всего, завтра опущу температуру до 2 градусов. Значит, через сутки скину дрожжи. Потом опять подниму температуру до 13-14 градусов. Сделаю сухое охмеление. Через 3 дня после того, как хмель осядет, хмель сброшу. И уж тогда перекачаю пиво в чистый танк. Так, вчера плотность была 4. Я сбросил температуру. Вот она 2,3. Прошли почти сутки. Сейчас буду сбрасывать дрожжи. Вон, видите, сколько их прям. Масса. Ну, правда, еще с пеной. Поэтому кажется, что много сейчас осядет и будет. Осядет и будет где-то, наверное, половина этого ковша. Прошло 2 дня с момента, как я стал поднимать температуру штанки. Значит, сейчас температура показывает 13-4 градуса. Ну что, будем делать сухое охмеление цитрой под давлением. Значит, на 70 литров пива я засыплю где-то 140 почти грамм цитры. 136, точнее. Значит, фактически 2 грамма на литр. Значит, сейчас я сниму вот этот узел. Вместо него установлю диоптер. И посредством которого буду делать засыпь под давлением хмеля в танк. Значит, давление сейчас у нас в танке 1,3. То есть, давление хорошее. Значит, брожение потихонечку идет. После того, как температура поднялась, значит, давление выросло где-то примерно на 0,4. Так что процесс идет, все хорошо. Значит, дрожжи очень хорошо перенесли. Низкую температуру плюс 2 градуса. И себя прекрасно чувствует и дальше. Итак, засыпаем первую порцию хмеля. Значит, это я все продезинфицировал в лучах ультрафиолета. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. 50 грамм. Еще 50 грамм. Ставлю наверх клапан. Он мне нужен для того, чтобы герметизировать танк. А после того, как я выполню процедуру засыпи, сбросить давление перед следующим засыпанием хмеля. Все, потихонечку открываем. Все. Первая партия зашла. Сейчас спрашиваю давление. Судеваем опять вороночку. И последние 35 грамм. Все, опять ставим назад клапан. Открываем. Конечно, если бы диаметр крана бабочки был больше, то лучше бы засыпалось. Но так как у меня здесь диаметр горловины, по-моему, где-то 35, наверное, то уже ничего сделать не могу. А на больших танках, конечно, можно поставить огромный кран бабочку. Это все будет очень быстро засыпаться. Все. Значит, процедура закончена. Продолжение следует...